Если в школе преподавать настоящую литературу, эти знания непременно пройдут в разрез с нынешней сутью самой школы. Неужели, если вы настоящий учитель, вы должны учить прогуливать школу? Я должен учить. Вот это довольно сложный и тонкий вопрос. Я говорил об этом сейчас в своей беседе с Наташей Гладильщиковой Ивановой. Нужно учить, наверное, некоторые доли лицемерия. Это ужасно прозвучит, но когда-то отец Георгий Дольштейн сказал, что школа, она ведь учит не только знаниям. Школа учит адаптироваться к социуму. Она учит, когда не хочется делать то, что надо. Надо сказать, что школа должна давать и некоторый навык преодоления этого гэпа, этой ступеньки между семьёй и внешним миром. Она компромисс между ними. Из тёплого мира семьи человек уходит в ледяной очень часто мир школы, как он из довольно тёплого, опять-таки, отчего дома выходит на чудовищный холод зимы. Это нормально, и надо учиться делать то, что не хочется. Школа этому учит неплохо. У меня есть ощущение, что школьник должен, по крайней мере, иметь вот этот навык, не скажу лицемерия, именно вот чистым видом лицемерия, а навык адаптации к той реальности, которая его окружает. Я учу своих школьников иногда говорить то, что они не думают, иногда врать, иногда, ну, вынужденно, если там учитель от тебя, например, требует чего-то. Надо ли всегда с ним вступать в конфликт? Конечно, нормальный нон-конформист скажет, да, надо бороться. Может быть, и бороться, как вариант. Но тупо тратить время и силы на борьбу с учителем, или на борьбу со школьной системой, или на прогулы, на мой взгляд, это совершенно не нужно. Нужно искать возможности реализоваться вопреки жёстким условиям. Ведь мы же живём при силе тяготения, и мы не можем её никак передвинуть. Нам приходится жить в обстоятельствах, когда мы должны каждый день ходить на работу, ну, по крайней мере, кого-то это касается. Должны врать иногда, это тоже ничего там хорошего нет, но приходится и это делать. Должны подчиняться начальству, и это тоже отвратительно, но ничего с этим не сделаешь. По всей вероятности, приходится терпеть. То есть, приходится школьнику учиться жить, не скажу применительно к подлости, но, по крайней мере, применительно к внешним условиям бытия, которые далеко не всегда соответствуют нашим представлениям. Ну, ничего не поделаешь.